Здравствуйте, друзья! Привет всем! Сегодня мы идем с вами под землей по реке Пермянка. Вы уже видели ее сверху в наших видео. Вернее, как видели? Видели место, где она? Да, наверное, каждый пермяк вытекает. Видел, где она вообще. Видел, да, но не знает, да? Вот. А сегодня мы идем под землей и посмотрим ее полностью, я надеюсь, если не будет никаких сюрпризов. С нами Влад опять. Фотографии посмотрите у него, видео у меня. Поехали. Да, по речке, которая никогда не видела дневного света. Да, ну, в наше время, да, правильно? Да. Раньше она текла на поверху, потом ее закопали в коллектор. Коллектор не широкий, идти в нем можно свободно, но только в один ряд. Сданилих и, конечно, не сравнить. По стыкам вот натеки выходят. Вообще, интересно, чем-то напоминает пещеру. Сталактиты. Туман присутствует, но это понятно. Вода-то тепленькая. Сейчас мы идем вверх по течению. Зашли мы где-то в середине. Решили сначала сходить наверх, а потом пойдем вниз кустью. Смотрите, какая натечная плита прямо здесь лежит. Раньше она была вот здесь. Во, точно, вот здесь она была. Потом кто-то ее выломал и поставил так. Следовательно, мы здесь не первые. Видимо, кто-то еще ходил этой дорогой. Здесь вот растут грибы, видно, плесневые. И капли вон, как эти, сверкают, как колбасы. В пещерах тоже такие растут, только более пышные. Я их называю пещерные ежики. Капельки, да, сверкают вообще классно. Вот тут целый вклад натечной корки этой. Смотрите, какой толщины. И видно, как она слоями идет. Видите, настоящий оникс. Правда, не кальцитовый похоже, а намытый. Интересно. Ого, корни. Кто-то теряет корни, а мы находим. Да, влажность здесь сильная. Даже смотрите, как корни шевелятся. Эта тяга воздуха идет. Натеки прямо как пещерные, смотрите. Вот этот красный, здесь еще капает ядинчика. Он растет. Вот она отсюда стекает, смотрите. Где-то здесь поток идет. Это русло. Русло вымалось. Смотрите, как русло уложено такой коркой. На дне. Прикольно. Везде, где есть стыки, везде проходит водичка, натеки. Образуется. О, труба. Дело было труба, но не у нас. Здесь, видимо, какой-то кабель идет тоже. Потому что именно кабельные каналы, скорее всего, так вот защищают, чтобы не было половодия. Кстати, смотрите тоже, где песочек находится. Вот он. А хотя, возможно, это цемент сверху. А там тряпочка висит, видишь, на трубе. Да, на трубе тряпочка вот здесь видна. То есть, явно, когда пермянка разливается весной, вода идет верхом через трубу. То есть, где-то метра полтора, два-то она точно есть. Не, не два. Метра полтора, метр семьдесят. Я метр семьдесят шесть ростом. Сталактиты не поломаны. Причем, они такие тонкие. Течение бы их поломало. Смотрите, какой-то он, сталактит. Интересный. Так что, да, метр семьдесят где-то водичка поднимается здесь. Красота. Вот такой чудесный натек. Смотрите. Как пагода прямо, можно сказать. Влад, как всегда, создает фотоархив наш. Потом у него на странице, посмотрите. А это черная кровь. Черная кровь земли. А мы продолжаем движение по коллектору пермянки. Натеки, натеки. Корка. Очень интересно. Очень похоже на пещеры. Смотрите, какая красота. Это интересно вообще. Еще раз натечная корка. Смотрите, какой слой ее. Река делает настоящие речные отложения. Только не алювиальные, а натечные. Наш первый колодец. Пытаемся определить место положения. Здесь вот лестница. Даже такая более-менее никак. Там, где мы заходили, там не было такой лестницы. Пришлось это свою тащить. Где это, интересно, место? Так, это мы сейчас где находимся, получается, примерно? Ленина. За 59-м домом. Немного не доходя до Крисанова, да, получается? Немного не доходя до Крисанова. Или перед домом, со стороны Ленина, или за. Потому что русло у нас идет туда. Только выключил камеру. Думаю, пускай отдохнет. А тут опять натеки. Стало больше обломочного материала. И коллектор стал ниже. Вернее, наверное, дно выше. Надо правильнее сказать. Вот такое нагромождение создало здесь небольшой перекатик. А дальше речка течет относительно ровно, смотрите. Сверху уже знакомый шум. Сейчас я его не пугаюсь. Понимаю, что это проезжают машины. Вот, смотрите. Иногда появляются пузырьки. Из-под воды. Видимо, проседает натечная корка, по которой мы сейчас движемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продвигаемся вперед. О, ливневочка подходит какая-то. Капает водичка. А вверху? А вверху у нас очередной люк. Смотрите. О, ну здесь-то самого люка. Ступенек нет. И он выше. То есть мы глубже уходим. Глубже уходим под землю. Так. Смотрим, смотрим. Где мы сейчас? Вот, смотрите, какой черный натек. Вот небольшой перекатик. Спермянка нам устроила. Можно хорюска половить, наверное. Кстати, если вы не смотрели ролик про Малаховку, там мы прямо в реке видели рыбу. Вот здесь каменная корка. Смотрите, как ее поставило. Это наверняка течением, весенним ее поднимает. И вот так ставит. Обалдеть. Какая все-таки сила у пермянки. Ливневочка. Или может канализация таким способом сбрасывается. Как думаешь, Влад, это ливневка? Ливневка недостаток течет. Так вот, да. Значит, какие-то стоки, наверное, да? Да, незаконная рыба. Наверное, как? Ну, может, законная. Законная не должна в реку течь. Вот с противоположной стороны Влад нам показал. Смотрите, черные следы остались. То есть от нормальной воды такого бы не было. Был бы белый, известковый налет. А здесь явно какие-то примеси. Появляется мусор. Чем ближе к центру, тем больше мусора. Смотрите. Здесь даже какое-то растение проросло. Тянется к свету. О, так это лестница. Ее откуда-то притащило. Смотрите. Откуда-то притащило лестницу. Скажите, диггер. Не знаю, вряд ли это диггер. Это железная, из фруктов, сварена. Где-то, наверное, обломила. Посмотрим сейчас. Вот они, машины. Так. Глубина становится больше. Надо раскатывать болотники на полную. И смотрите, друзья. Как только мы прошли эту врезку, сразу не стало тумана. Вот. То есть, видимо, из-за этой врезки туман и появлялся. А сейчас его нет. Нет тумана, понимаете? Такая вот вода. Такая вот вода там, видимо, вытекает. Подолок становится ниже. А-а-а! Смотрите. Коллектор переходит в трубу. Вот здесь еще какой-то поток идет. Хороший такой. Да, сейчас мы, наверное, под улицей Келесанова. Да. Вон подойдет. Тут, кто он походит. Это Келесановский, какая-то Ледневский. Вот так. В эту сторону напротив прямо уходит пошире. Может, Ледневка, может, еще какая-то. Какой-то сток. Почему-то он широкий такой. А, так понятно. Здесь, если весь водоток с Келесанова пойдет, Ледневочка, конечно, труба должна быть пошире. Вот здесь остатки дерева видны. Смотрите. Или опалубка, или... Да, наверное, опалубка. Вот здесь видно, как доска идет, так и заливали. Заливали цемент. Точно опалубка. А здесь труба пошла. Главное, чтобы дело труба не стала. Пробираться становится хуже, потому что весь пол, опять же, покрыт натечной коркой. Из-за этого высота становится меньше. Чувствую, сегодня опять ноги, вернее, завтра-послезавтра опять ноги болеть будут. В русле появился ил. В коллекторе вот здесь очень сильно. Сразу глубина. Глубина. Не глубина, а высота уменьшилась. Приходится сгибаться. Будем надеяться, что это ненадолго. Ни фига. Ух ты. Не завязь. Не завязь. Ногу вытащить плохо. Передвинуть ее. А высоты, чтобы подняться, не хватает. О, получше пошло. Одно такое место будет. Вот, опять же, смотрите. Сколько еще, сантиметров, 20-30, наверное, вниз глубины съедает натечная корка в русле. Вот тут появились насекомые, смотрите, комарики. Это говорит о том, что мы где-то недалеко от поверхности, наверное, находимся. Активно начинают на нас нападать. Смотрите, здесь какой каскадик. Место для передышки. Вот такое. Наверху люк. Глубоко мы находимся. Да, здесь вот такие натеки, красота. Смотрите, друзья. Червяк, скаволаз. Видите? А сейчас, смотрите, сколько под ним. До реки. Вот это да. А он все ползет вверх-вверх. Ищет, где бы ему в земельку уйти. Вот настойчивость-то у него. Сверху комарик тут пытается пристроиться. Как я уже говорил, везде жизнь. Везде жизнь цепляется. Старается, все стараются выжить, использовать все свои ресурсы. Вот здесь паучки отложили свои коконы. Такое ощущение, что вот этот коллектор, он постарее как-то, чем тот, по которому мы шли. Видно места, где его разъело уже водой. То есть, как сказал сейчас Влад, мы поговорили, посовещались, скорее всего, это годов 60-х коллектор, когда строили эксплуанаду. Сейчас мы, кстати, под ней и идем. Под эксплуанадой в центре города. Вот тогда его, наверное, и заложили или ремонтировали, может быть. Смотрите, как смещены кольца относительно друг друга. Поднимаемся наверх. Каскадность такая. Какие-то звуки слышно? Слышно, молодые. Слышно. На голоса похоже. Вот это да. Классное место. Вот еще один водоток хороший. Смотрите, отсюда тоже парешь идет. Пена. Пена. Значит, здесь что-то не так. Что-то не так здесь однозначно. Над нами, смотрите, как руководится. Широкий. Плету целую положили, видимо, сверху. А вот здесь? Вот здесь лесенки прямо можно и сюда забраться. Там видно, да? Сразу мешал. Так, сразу определился. Что это у нас? Под драмтеатром, что ли? Да, что это есть? Это реально фонтан. Что-то? Ну, вот Починного фонтан. Ага. А где драмтеатр у нас? Вот он. Вот он у нас. То есть мы прошли драмтеатр, получается, да? И сейчас под фонтаном, как он называется, музыкальный фонтан? Да. Вот такие дела, друзья. Под музыкальным фонтаном мы сейчас находимся. Но под нами, перед нами, вернее, не его стоки. Сейчас зима и фонтан не работает. А так очень красивое зрелище. Да, вот? Ты видел? Да. Ну, сейчас, кстати, тоже красиво там сделали подсветку. Вот такие вот столбы, они светятся, тоже интересно. Даже зимой, да? Да. Так что приходите, посмотрите, погуляйте. Вот, друзья, мы вышли к очередному колодцу. И смотрите, лестницу-то находили мы в этом, в коллекторе, мусором всю завешанную. Вот она, вот такая же лестница. Видите, там впереди, она навешивается на эти скобы. Мы-то думаем, что это скобы для того, чтобы ногами на них вставать. Оказывается, вот специальные лестницы под них сделаны, и они прямо навешиваются сверху туда. И все. И по ним спускаются. Вот такая. Штука. Ну, а мы продолжаем наш путь по пермянке. Вот здесь, смотрите, такие сталактиты. Натеки. Вот тут даже, смотрите, как расческа такая. Я еще не видел подобные натеки в техногене. Только в пещерах. Так что, может, мы находимся в настоящей пещере. О, какое-то сооружение впереди, конструкция. Из-за сосок. Целая плотина, можно сказать. Опа. Что же это такое? Рамка. Рамка. Лотки. Типа помоста что-то. Типа помоста перегородила. Смотрите, перегородила практически весь коллектор. из-за этого здесь образовалась водохранилище пермянское водохранилище здесь да да здесь опять люк лестница навешана уже по знакомому нам принципу так лестница то вся да уже пошла трещина весь металл пошел трещины смотрите здесь течение большое посильнее стало и постоянно и корки совсем нет на течь стало более-менее хорошо идти потому что гусиным шагом шли некоторые трубы вот так прямо заплыли все больше не функционирует видимо окружение воды песок грязь поверхности смотрите мы уже на какую глубину ушли может не ушли но над нами поверхность грунта становится все больше и больше судя по руслу ручей поднимается вверх а грунту становится больше где мы интересно сейчас находимся вот смотрите нифига здесь только трубка приходит вот это наверно точно ливневка да потому что мы с нее сейчас не течет ничего вот там ливневочка не течет это глубина ну конечно не так как некоторые других о вот здесь еще поверху там да там видно еще какое-то расширение типа как бы еще одного колодца а здесь коллекторе реки его нет а здесь коллекторе смотрите какое смещение блоков идет вообще прямо на всем протяжении туда дальше как видно вываливается цемент сами блоки смещены относительно друг друга то есть подвижка почвы идет здесь мы везде где выходит водичка конечно на телке образуется на телке и гирлянды мусора ага здесь еще вот ливневочка подходит смотрите тоже водичка сейчас не течет а вот и колодец еще один тот который мы видели за второе водохранилище сейчас надо через дамбу перелезть но вы каскадность вот такая отличительная черта пермянки смотрите еще него это четко такое ощущение как будто бочку какая-то спрессованная смотрите два обруча нижний верхний что-то и спрессовала таких только чудес под землей не встретишь здесь вытекает водичка такой вот ночёк образуется здесь смотрите сколько мусора пытается вывалиться в реку сверху обрушение там какая-то труба идет видно а по бокам видимо вот этот мусор пытается проникнуть в реку тут поясок от женского халатика стаканчики пробегаем быстренько а вот тут очередной водоток откуда-то идет тоже довольно таки большая труба там колодец да впереди видно с поворотом интересно постоянный водоток видно явно не ливневка да ведь молодее друзья мы дошли до старого коллектора видим видно что это совсем древние все залито цементом опалубка и смотрите резко увеличивается глубина резко увеличивается глубина воды и уменьшается потолок идти здесь становится просто невероятно невероятно сложно поэтому здесь мы закончим наше путешествие вверх по течению сейчас мы находимся где-то в районе борчанинова вы наверно слышали такой гул это как раз проходил трамвай там трамвайные пути у нас идут насколько мне хватает света труба здесь понижается труба становится ниже уходит как бы под воду но и не сифон конечно но идти туда нам наше снаряжение сегодняшнее не позволит да я думаю не так это интересно сейчас пойдем вниз по течению надеюсь дойдем до устья вот